добрый, добрый добрый день, добрый добрый вечер, доброй доброй ночи ! У кого, какое время и у кого, какая страна. С вами снова я, Ваша Вивьена на канале Витунья Вивиена в тренде, а есть еще второй канал Вивьена и Жизнь. Подписывайтесь, Кто не подписался, на этот канал и на втором, поставьте себе колокольчик серого такого темного цвета чтобы получать уведомление уведомление не всегда приходит с ютуба поэтому раз в два дня заходите просто по поиску набирайте где у вас лупа в ютубе например или в гугле набирайте вивиена и обязательно выйдет и один канал и второй пожалуйста пишите комментарии кто не может написать и излить душу то пожалуйста поставьте смайлик это так просто а также ставьте пальчики вверх так требует youtube и мы вас об этом просим давайте будем друг другу помогать я вам давай вот эти расклады и психологические подсказки вам в дар и вы пожалуйста сделайте это благодарю всех за донаты которые присылаете очень благодарю если кому-то надо лично пожалуйста мои контакты вы видите на экране телефон плюс девять девять пять пятьсот девяносто три тридцать шесть девяносто пять сорок четыре писать ватсап вайбер или telegram только писать пожалуйста любой международный номер и российский тоже начинается с плюс а потом идет код страны и дальше цифры вот мой код страны 995 у россии плюс 7 у азербайджана 994 но сначала нужно поставить плюс а потом набрать номер и тогда вы все найдете пожалуйста заходите в яндекс эфир в группу фейсбук на страницу вконтакте я из в инстаграм в инстаграме и как-то никак уменьшу ты там не очень получается что хочу вам сказать сегодня расклад у нас такой стандартный может быть может быть нестандартной для кого-то как ты там поживаешь с ней с другой этот расклад подходит практически всем потому что потери были всегда в нашей жизни у кого-то мужья ушли у кого-то любимый ушел уж не бред на ушел просто расстались и человек живет другой жизнью это было недавно это было давно но у каждого человека у каждой женщины я гадаю в основном для женщин то смотрю таро онлайн потому что женщин 97 процентов на канале и у каждого было и можно посмотреть а что это расклад будет общий мы будем смотреть характеристику его вас и этой женщины и что вообще происходит вы можете сейчас в отношениях но посмотреть а что там с другой женщины поэтому расклад подходит практически для всех что хочу вам сказать не надо злиться не на человека с который вы есть или у кого-то есть у него есть например другая женщина не надо злиться на эту женщину не надо мстить надо просто жить когда вы из своей жизни убираете вот эту месть злобу вот эти страхи и страдания к вам в жизнь приходит свет когда вы радуетесь и удивляетесь всему что происходит посмотрите как красиво горят свечи и вы увидите в любой ситуации в любом в любом в любом в любом можно найти это чудо во всем есть чудо нужно только уметь удивляться и вот сначала трудно а потом очень легко и вы увидите изменения в вашей жизни и материального характера и личного так работают законы вселенной и сегодня у нас расклад я всегда вам об этом говорю но вы не слушаете и просите например посмотрите на будущего мужчину а когда делаешь расклад на будущего мужчину просмотров практически нет потому что вы не хотите отвязаться например от того прошлого которое было не надо к себе это притягивать если человек манипулятор он получает какую-то выгоду для себя что вы мучаете и страдаете не ваш это не ваш если вы делали вызов у меня много на канале вызов вызов ритуалов онлайн медитации и на этом и другом канале хорошо он появился хорошо написал дальше вам строить отношения если он появился и сказал не знаю почему я сюда принесло все пока не надо его притягивать не ваш если при вызовах разных человек не появляется это ангелы вам четко говорят не ваша идите дальше и вообще хочу сказать что те кто по рекомендованным на ленте увидели мои мои каналы вивиена это знак это ангелы говорит нажми сюда нажми ты здесь что-то узнаешь нужное и на втором канале тоже вышел расклад пожалуйста его посмотрите расклад интересный расклад необычный необычно сделан на втором канале вивиена и жизнь там расклад о жизни человека на данный момент и на игральных картах и на картах таро пожалуйста посмотрите пытаюсь ссылку написать или сами зайдите посмотрите и теперь мы начинаем сначала мы смотрим характеристику его пока это отложу она у нас будет пиковая другая женщина соперница или кто там вы можете посмотреть как он с ней живет вы можете посмотреть и на маму и на сестру кто является вашими как бы конкурентами потому что мама иногда бывает самый сильной соперницы это надо понимать и с мамами своих мужчин нужно всегда находить общий язык мысленно дарите им подарки мысленно и видеть и смотрите как они эти подарки принимают улыбаются и радуются и вы увидите изменения в отношениях у кого отношение не клеится так а теперь мы смотрим на него успокоились характеристика его что у него успокоились с открытыми глазами прям прямо в глаза смотрите ему чувствовать его запах его прикосновение его улыбку его коготочки его ножки его пупочек все что хотите и мы сейчас будем смотреть на него сейчас я все таки перемешаю получше будем смотреть на него какой он если подходит характеристики то значит смотрим дальше и действительно общий расклад может дать очень много полезного много информации и она будет стопроцентно точный какой он какой он будем искать что у него сейчас какой он вот он у нас он так так перекрыто перекрыто у нас у мальчика что-то все так смотрим только на прямых картах это карт или норман какой у нас сейчас сердечко я могу сказать что на данный момент человек как-то закрылся сам в себе у некоторых конечно может быть выйдет и какое-то воздействие на человека потому что карты метла и луна и вот она между человеком может между эти мужчины которые вы загадали может быть и воздействие или человек сам закрывается от всех вот понимаете как будто вот это на будущее у него как будто он хочет закрыться от всех или закрыт от всех несутесь в скорлупу не стучитесь я хочу быть сам по себе на данный момент человек как бы он хочет любви но он самый бежит от нее возможно у человека на данный момент что-то не очень хорошо именно в половой системе мочи половой системе мужчины или просто понимать он бежит бежит от каких-то любовных отношений бежит от того что ему подсказывает сердце он даже сейчас вот сейчас у него такой он даже отгораживается от своих друзей вот такое ощущение что не трожьте меня может быть человек находится в депрессии может быть он действительно некоторых выпивает что там уже вообще полный полный out но здесь человек действительно хочет быть своей скорлупенки не трожьте меня не прикасайтесь ко мне у кого действительно идет магическое воздействие что очень похоже здесь и может быть но не у всех запомните не у всех просто может быть человек сам замкнулся в себе то здесь идет такое что человек действительно как-то какие-то тонусы принимает может алкоголь может что покрепче может еще что-то и вот смотрите это такой у нас он теперь давайте смотреть какая вы тут у человека действительно знаете четко закрылся как как в тюрьме на все засовы и сидит и ключ выкинул искал не подходите вот что-то у него вот на данный момент у него именно сейчас он даже отгораживается от людей от своих сотрудников если он что-то показывает понимать он показывает только это внешне а внутри не подходите ну теперь давайте смотреть какая вы какая вы сейчас мы тоже перемешаем карты потому что лучше так перемешивать и здесь человек как бы мужчина то ли бежит от любви то ли хочет любви и от него все отворачиваться и он отвернулся душевное какое-то неспокойстве депрессия какая-то неспокойстве внутренние и теперь давайте смотреть на вас какая вы какая вы вы хитраундра девочка зеркалите умная так и теперь смотрим какая вы ищем вас карта ленорман очень замечательный оракула так вы вышли так и вот еще смотрим какая вы вы женщина которая умеет дарить любовь и в паре и людям что у вас знаете как интересно вышло знаете вы умеете и любить и если вас обидят и наступит вам на хвост вы умеете и ужалить вы умеете вот понимаете вам природа дала вот это вот умение любить умение быть в паре умение понимать людей и тоже их любить а что у вас а могу сказать что в каком-то недавнем прошлом может быть сейчас вот очень много было таких событий как говорят крест поставлен может быть крест на чем-то поставили может быть болезни какие-то но здесь было тоже внутренне очень очень тяжелое состояние или сейчас у вас но вы это отрезаете потому что смотрите это вот было а это вы вышли вот здесь сейчас возможно действительно есть и соперницы и мы смотрим на соперницу и это дает вам очень большую сердечную боль при воспоминаниях или когда вы думаете какая вы я могу вам сказать что вы достаточно мудрая женщина который умеет принимать правильные решения обдуманные решения то есть эмоционально быстро а потом подумали и сделали которые у кого-то действительно потеря может быть любовных отношений была или потеря друзей потому что здесь можно посмотреть и на подругу и на кого хотите просто я буду ориентироваться больше там на мужчину вы можете смотреть по-любому смотрите что у вас была действительно боль была какая-то потеря может быть в семье может быть в отношениях может быть среди коллег и друзей потому что вас как-то больно вот укусили и вы не ожидали вот этот подвох вы не ожидали что вот так может случиться как часто бывает те люди которым мы доверяем наши самые близкие оказываются самыми страшными врагами потом так часто бывает чужие люди быстрее подадут уроку когда вы падаете в пропасть чем родные так почему-то выходит потому что мы им доверяем а оказывается что они показывают нам совсем другую сторону своего лица какая вы вот эта боль которая у вас там была или вот сейчас на самом деле есть то вы ее уже отчеркиваете вы ставите на этом крест на чем-то на каких-то может быть отношениях может быть просто у вас что-то действительно случилось у кого-то могут быть и заболевания то сейчас пойдет дело как-то на поправку дело пойдет на поправку вот видите дело пойдет на поправку что еще вас да вы такая женщина которая любит правила в семье правила в отношениях правила в жизни с людьми и с коллегами то есть вы живете какими-то правилами как конституции которую вам дали в детстве в вашей семье потому что мы каждый выходим со своей конституции и у нас у каждого свое представление и о жизни и о семье и отношениях и в отношениях коллективе это нам дали в семье это у каждого поэтому когда мы вступаем в отношения с мужчинами или с кем-то то нужно учитывать тот человек с другой конституции поэтому надо составлять общую взаимную конституцию вот такая вы и теперь мы будем смотреть ее какая это женщина соперницы или кто она вам будем смотреть ее так сейчас я тоже карты перетасую может быть не видно так будет просто лучше чтобы мы перетасовали карты я всегда смотрю характеристики практически всегда на ленорман а потом на таро и на других картах ну а теперь смотрим какая она будем искать ее будем искать ее будем искать ее так вот она вот она вот она и вот она она сейчас я все это пена чем-то похожая но чем-то совсем разная вот разные колоды понимаете смотрим на женщины тут вот у вас чем-то похоже есть смотрите какая эта женщина и и смотрим как бы характеристику на данный момент эта женщина тоже знает что надо жить определенными правилами в семье и этими правилами руководит она чтобы все было по ее правилам по ее так не видно по ее законам если я сказала то это значит правильно а если ты не услышал то значит знай посмотри пункт 1 я права потому что я права эта женщина любит деньги этой женщины руководят такие вот тут принципы что в семье должно быть полная чаша и вообще мужчина должен это все приносить какие у нее еще она и от людей берет что-то вот понимаете она всегда это может быть и энергетика и энергетически она получает и от людей что-то что у нее сейчас если у этой женщины есть дети то у нее сейчас есть забота о о ребенке потому что или она с ребенком на расстоянии или ребенок от нее отдалился у тех у кого проблема тут может быть я просто сейчас давайте доложу проблема с деторождением вот у нее может быть и есть какие-то проблемы то да она будет бегать там по врачам по каким-то целителем пытается что-то изменить почему такое с деторождением с детьми да у нее есть какие-то трудности с деторождением или с детьми потому что здесь гора и возможно то есть если у нее есть такие проблемы потому что общий расклад то она бегает по врачам по клиникам по целителям но ты все как-то бесполезно пытается чтобы что-то изменилось на развитие карта гора то есть это есть какие-то трудности или трудности с самими детьми а у нее представление о семье это когда детей должно быть много когда дети должны быть но еще что могу сказать вот видите почему у нее не все получается она в какой-то стагнации тоже находится потому что отношении вот с кем она в отношениях она все делать в темную и еще тут идет такое что да что у нее не совсем все нормально по здоровью именно по-женски по здоровью по-женски не все нормально она за это переживает потому что это уже стабильно хронически что-то такое что мешает ей какая она еще эта женщина да эта женщина я еще раз подтвержу что да действительно ей нужна стабильность и стабильность материальная и женщина которая понимаете она такая тем темная как я говорю темная лошадка она одно показывает а другое делает ее так научили тоже в семье вот такие характеристики мы посмотрели а теперь мы будем смотреть я это убираю все карты характеристики и теперь будем смотреть что у него как он там живет с ней чтобы дальше будем смотреть я убираю и будем смотреть уже в картах таро онлайн ну теперь будем смотреть сначала начнут с этих карт мифологических вот будет вот так все таки я все равно положу рядом давайте смотреть как ты там поживаешь с ней как он поживает не там все время идет хитреж мудреж там все время идет какая-то борьба борьба миров вот знаете как странно там все время кто кого обхитрит вот эта карта показывает о том что хитростью чего-то добиваются там все время идет хитреж все ходят в масках как на маскараде там все время идет борьба то есть человек все время борется с ветряными мельницами чтобы их победить но почему-то идет такое что человек вот не хочу вроде бы идти вижу что это все фальшь но человек все равно идет и плетется там домой или куда-то и все равно идет как будто убежище как будто карта выпал посмотрим он сам вышел и вот он сам плетется идет потому что красненькие ботиночки красненькие у него супер штанишки синяя мантия показное такое великолепие а на самом деле как брошенная собачка который куда-то плетется как он там поживает с ней могу сказать что человек очень хитрый манипулятор щек тут вот здесь вышло четко что у человека есть воздействие это может быть магическое воздействие это может быть методом нлп это могут быть просто воде с действий как кувалда какими-то правилами и тут это делает женщина с которой он и смотрите вот он пытается ей на войне как на войне кто как кто-то кого перехитрит он пытается это же лапшу вешать на уши и только и когда у него есть возможность он бежит бежит налево бежит и опять прибегает в свой змеиный гадюшник смотрите как и тут действительно да вот здесь вот может быть он человек живет с нет может быть семья это может быть говорю и семья и мама там с сестрами еще кто угодно вы по своей ситуации смотрите как он поживает тут идет война миров это звездные войны хитрые с манипуляциями и возможно у кого-то и с магическими воздействиями но это не у всех потому что тут он как как беглый щенок обратно плетется по пошмыргает пошмыргает куда-то погуляет и опять плетется как он там поживает с ней знаете ему надо хочется с кем-то с каким-то другом своим может быть с отцом может еще с кем-то может со своим другом он о чем-то беседуют по этой по его жизни потому что в этой жизни его не так все все нравится вот вроде бы поступает по правилам как его учили что должно быть там вот так должно быть так вот так и мы иногда он пытается и вот или они там вместе пытаются давай все как сначала начнем давай вот так вот давай вот так вот кого-то берут кто-то кто-то между ними все время есть кто кто-то дает какие-то советы или что-то еще и все начинать сначала давай все сначала давай еще но здесь я не вижу любовной карты вообще не выпало тут выпала борьба хитрость давайте еще смотреть как он там поживает с ней как он там поживает с ней там постоянная слежка и с ее стороны наверное с его да это уже длится не первый раз а давно то есть там все время звонят лезут в телефоны там все время все время следят и прослеживают как он поживает с ней это уже да вот знаете как будто это не вчера была уже уже какой-то время уже люди знакомы там все время прослеживают и считают что это по любви понимаете там женщина вот это вот вот эта женщина она не понимаешь такое любовь Она думает, любовь – это когда мужик под ее юбкой, около ее пипи, и все время контролировать, контролировать, где ты, где ты. Сады медейхар бедет, у нас так говорят, где ты. Каждую секунду залазит в телефоны, и все время идет это, а показывает себя со стороны, ой, как я тебя люблю, ты мой такой хороший, ой, ты-ты-ты-ты-ты, как он там поживает. А как бы сам, как и вышло, как в башне, как сам по себе. Вот он сам по себе как-то освещает эту дорогу, какие-то деньги может приносит в дом, и все время пытается куда-то вырваться. Вот если у него есть возможность куда-то вырваться налево, он сразу садится на своего коня, в рюкзак за спиной, и вперед к свету, к солнцу, потому что там он живет, как будто света нету, как будто все время в каких-то потемках. Электричество выключили, и вместо свечки вообще лучинка горит. Как он там поживает? Ну могу сказать, что я тут не вижу карт любви, понимаете? Я бы даже спросила, какие чувства, а тут про любовь-то нету. Тут, да, может быть и секс там, или какие-то интимные отношения, тут распределение денег, и мужчина при себе больше это держит, и он уже устал, он просто устал. Я устал, я устал один, за мной следят все время. Надо показывать, что надо ходить вместе куда-то, еще что-то. Здесь у мужчины эмоционально, ну, просто могу сказать, это трагедия. У некоторых будет, что мужчины могут, кроме алкоголя, еще там карты в руки взять или еще что-то. И здесь мужчина пытается всегда убежать там, где, ну, где он и сексуально отдохнет, и где он найдет какую-то опору. Давайте посмотрим, а как он все-таки там с ней живет. Тут любви я особо и не вижу. Хоть и вышла двойка чаш, но вот посмотрите, двойка чаш, как вышла. Это так женщины считают, что так любят, что нужно все время следить, прослеживать, и на цепи мужчину держать. И это уже давно. Между какими картами вышла, понимаете? Умеренность – это замедление процесса, длительность. Пятерка тут вообще-то… И двойка чаш появилась в середине между этими картами, и показывает, что это не есть любовь, это не есть понятие любви. Это есть понятие «разделяй и влавствуй». Вот здесь женщина такая «разделяй и влавствуй», а она свое не упустит. И давно не выпускает, и выпускать не хочет. Хорошо, как он там с ней еще живет. Смотрим еще на следующий колодец «Золотой таро». Да, он пытается зарабатывать деньги. Какие-то деньги он прячет, он все деньги не отдает. Могу сказать, как он там живет. То есть любви там, любовь там разрушена. Ангелы там больше не живут. Ну, там идет такое, что да, надо деньги, надо деньги, надо подниматься, нужны деньги. И идет полное разрушение. Когда это карта, мы смотрим на отношения, то это полное разрушение идет чего-то. Когда уже и мужчина, и женщина, смотрите, валятся в эту пропасть, и оттуда нету выхода. Все уже порушено. А внешне показывается вполне все прилично. Как он там еще с ней живет? Как он там еще с ней живет? Вот понимаете, он живет с ней так, то есть тут показано, что здесь деньги заменили любовь. То есть материальные какие-то блага заменили любовь. Какая-то стабильность заменила любовь. И человек просто, ну, могу сказать, что он так ведет себя, как будто мальчик там 16-18 лет. Хитреет, тоже манипулирует. Все ходят в масках, как я сказала, в маскарад. И за любовь там идет материальные блага. То есть дома, квартиры, заработки, все прочее. У каждого свое. Кто чем занимается. Человек закрывается в работе, чтобы ему не мешали. Очень часто куда-то, может быть, отъезжает или куда-то убегает, говоря, что у меня там работа есть, я для там встречи с кем-то. Как он там живет с ней. Любви не видно. Любви, понимаете. Человек вспоминает какое-то прошлое. Посмотрите, что за карта. Как он там живет. Человек вспоминает прошлое. Может быть, да, когда-то было прошлое. Что-то задевало его в этой женщине. Сейчас это больше какая-то показуха. Он понимает, что никакой любви нет. И говорит, да хватит мне про вашу любовь. Да нет ничего. Есть только обязаловки какие-то. Какие-то обязательства, от которых я уже устал. И он вообще сам бежит от любви. Ему не надо. И он не видит, что тут может вспыхнуть что-то. Он знает, что да, я должен, должен, должен. Все, должен. Деньгами должен. Всем должен. И ему уже очень-очень тяжело. Давайте еще посмотрим. А почему ему так тяжело? Сейчас мы на других картах посмотрим. Почему ему так тяжело? И депрессия какая-то один. Он и загораживается. Почему ему тяжело? Потому что человек хочет куда-то поехать, в путешествие убежать. Такой возможности у него сейчас нет. Может быть, он действительно там и на расстоянии. Но тут вообще. Почему он вспоминает о прошлом и не видит настоящего в этих отношениях с этой женщиной? А потому что внутренне он один. Сам себе судья. Вот видите, и опять вышла карта путешествия. Почему он вспоминает прошлое? Он вспоминает прошлое, когда он был один. И когда был какой-то взрыв на макаронной фабрике. И теперь он рассуждает, а зачем я это сделал? Для чего мне это нужно? И у него желание убежать. А почему он хочет убежать? Он хочет искать какие-то на стороне развлечения, чтобы ему стало легче. Там, где его ждут. Может быть, кто-то, может быть, вы его ждете. Может быть, другая женщина стоит и ждет его у окна. Почему? А потому что так, который он побежит, чтобы хотя бы отдохнуть. Или вообще прийти. Ей не надо только одно. Деньги, деньги, деньги. Ей нужна стабильность. Но можно покушать пирожки с капустой, если на сегодня у нас нету говядины. Или пирожки с грибами. Вот почему. Давайте еще посмотрим. А давайте посмотрим вот что. То есть тут понятно. Тут какой-то нет любви. Тут нет вспышки. Тут есть обязательства. Давайте посмотрим. Посмотрим. Вот такой аспект. А что здесь ждать дальше в отношениях? Все-таки я на этих картах буду продолжать. Что ждать от их отношений? Что будет дальше с ним и с этой женщиной, соперницей или кто она вам? Что дальше? Что у них дальше будет? А дальше все отдаление и отдаление. Человек будет ходить налево-направо. И будет он считать, что я так хочу, я буду так делать. Я все равно буду находить лазейки, чтобы делать так, как я хочу. Тут идет дальнейшее отдаление. И возможно даже сексуального характера. Потому что мужчина говорит, если мне тут плохо, если меня эта женщина уже не интересует, а есть только обязательства, ну тогда есть только женщины на земле, которые дадут радость. Что у них в дальнейшем будет? Ну вот они так и будут драться и кусаться. И все это, если тут действительно брак или что-то, отношения, то они пока продлятся. Но здесь идет, все время будет борьба, все время будет обман. Все время вот такое. Почему будет такой вот обман-то? Ну потому что мужчина будет и заныкивать какие-то свои деньги. Потому что мужчина хочет покоя и счастья. И мужчина просто будет зацикливаться. Чтобы не думать о чем-то, он будет зацикливаться на работе. Будет работать или бизнесом заниматься. Это все равно работа. Но здесь, видите, отдаление. А давайте еще посмотрим, все-таки что их ждет дальше. Еще карты посмотрю. Там есть место, на что видно было. Что их все-таки ждет дальше? Непонимание. Непонимание в любви. Отдаление. И, возможно, у кого-то будет разлад. Ну тут, знаете, как разлад-то разладом, но тут пока отношения сохраняются. Если это семейные отношения какие-то традиционные, то здесь пока все держится, хотя будет все время борьба, будут все время какие-то или ссоры, или недопонимания, и люди друг от друга отдаляются. А почему они отдаляются? Давайте посмотрим. Вот тут мужчина хоть и, как я говорю, и не очень доразвитый, но, знаете, он уже уставший, уставший от работы, от того, что на него все взвалено. Почему вот это вот отдаление идет? Тут показуха, что у них все прекрасно, людям показывают, что все прекрасно, а на самом деле каждый сам по себе. А мужчина будет бегать по чужим огородам. Так и будет продолжать по чужим огородам. Пока у него на полшестого там все не закончится. Даже, может, и после этого будет таблеточки в аптеке покупать для стимуляции. И здесь не... Вот, знаете, сколько я выложила карт, хотела увидеть, ну, любовь-то должна быть, любовь-то, ну, отношения, любовь... А тут нет любви. Тут есть обязательства, тут есть материальные какие-то блага и правила. А любви тут нет. И мужчина уже очень устал. Можно сказать, и в депрессии, может, у кого-то выпивает. Ну, вот такой вот расклад был. Мы смотрели только про... как он там с ней живет, про него и ее. Поэтому здесь советов я им никаких давать не буду. У каждого своя ситуация. Поэтому посмотрите расклад, проанализируйте. И обязательно напишите комментарий или поставьте смайлик. Это тоже комментарий. И поставьте лайк. А я вам желаю, чтобы в вашей жизни никогда не было треугольников, четырехугольников, шестигранников, не было потерь любимых и нелюбимых. Чтобы жизнь у вас была по прямой дороге, я всегда говорю, давайте мы все вместе, мои подписчики, мысленно возьмемся за руки. И все пойдем по прямой дороге к свету. По прямой дороге. Жизнь замечательная. Единственное, что она на этой планете Земля для нас короткая. И прожить ее нужно, пусть коротко, но чтобы ярко светило солнце в душе, в сердце и в мыслях. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч.